Здравствуйте, друзья! Как по-вашему, возможно за 15-20 минут прокатиться по гладкому еду, потом тут же поплавать в бассейне и сразу выйти на боксерский ринг? Если вы смотрите передачу за спорт, то еще и не такое возможно. Все самое интересное в короткие сроки расскажут журналисты телерадиокомпании «Заречный». И я, ведущий программы Юрий Черников. Итак, начинаем! Ну что, как и обещал, сначала на гладкий лед. Отправимся на тренировку к дерзким и стремительным ястребом. Юные хоккеисты этой команды уже не раз были героями разных сюжетов в качестве победителей соревнований. Но сегодня повод встретить с ними не очередная награда, а особый гость. Тот, на кого начинающим хоккеистам стоит равняться. Сколько лет играл в хоккей, сколько голов забил, под какую руку была клюшка, под каким номером играл и обязательно автограф. Лучше на майке. К юным хоккеистам команды ястребов в гости приехал Владимир Красненков, легендарный игрок пензенского дизелиста. Когда-то для него кумиром был Вячеслав Старшинов. Отыграв в 70-е, 80-е и 16 сезонов в команде мастеров, Владимир и сам стал кумиром. С кем вас сегодня познакомили? С Владимиром Красненковым. А кто это? Лучший бомбайер Дир. Ты взял у него автограф? Да. Этот человек, он играл за дизелист. Это раньше команда дизель, так называлось. Под восьмым номером. Лучший бомбандир. У него забито больше 400 шариков. Сегодня Владимир Красненков, директор физкультурно-оздравительного комплекса 1-й московской гимназии. Руководит большим спортивным хозяйством. С бассейном, игровыми и тренажерными залами, теннисными портами и футбольными полями. Когда приезжает в Заречной, обязательно приходит в Ледовый дворец к своему другу, наставнику маленьких ястребов Владимиру Лохматову. Говорит, что по-хорошему завидуют этим мальчишкам. У них есть возможность заниматься хоккеем практически круглый год. Да еще и начали они в 3-4-летнем возрасте. Так что к 8 годам уже игроки, хоть и маленькие, но уже победители даже всероссийских турниров. Да, я знаю, мы общаемся, как они выступают. Это, конечно, большое дело построили, это Ледовый дворец такой, это чудо для такого города. Вот здесь пообщался с маленькими ребятами, но смотрел, некоторые уже такие есть, которые готовы, знают, чего хотят. Я думаю, должно что-то из них получиться. Сам Владимир серьезно заниматься начал ближе к окончанию школы. Не было в Заречном такого замечательного Ледового дворца. Тренировались в Пинзе, да и мама была против, настаивала, чтобы Володя занимался музыкой. К окончанию музыкальной школы он одинаково хорошо чувствовал себя на льду, футбольном поле и баскетбольной площадке. Как выбрал хоккей? Да нельзя было его в те времена не выбрать. Владимир рос и взрослел, когда советские хоккеисты 9 лет подряд становились чемпионами мира. Чтобы не любить хоккей, надо было иметь ледяное сердце. Как только Красненков попал в команду «Дизелист», сразу стал лидером. Товарищи его характеризовали так. Мужественный, самоотверженный и дипломатичный. Имеет свой яркий игровой почерк. Боец. Настоящий боец. Шайба попала ему в лицо, перелом был в челюсти в двух местах, и выбило зубы. И он доиграл секунд 30-40, не уходя со льда, до конца игры осталось. И он доиграл, то есть все лицо было в крови. Это чисто мужской характер. Я говорю, такой закалки сейчас нет. Товарищи вспоминают, что с травмами матча Владимир доигрывал часто. Неудивительно, что первое в своей жизни интервью журналистам хоккеист Красненков давал на больничной койке. И о рекордах. 1974-й. Впервые в истории пензенского хоккея забито 5 шайб за встречу одним игроком. Его имя Владимир Красненков. 1975-й. Дизелит занял второе место в чемпионате СССР. У Красненкова личный рекорд. Забил 32 шайбы за сезон. А спустя еще 5 лет было уже 45 голов за сезон. Ну, про 400 с лишним шайб маленькие ястребы уже усвоили. А тебе нравится играть в хоккей? Очень. А почему? Ну, как-то из жесткости. И это можно сбивать. И, ну, все разное. Когда я забиваю гол, у меня очень веселое настроение. А кто радуется за тебя в этот момент? Папа и мама. Тренер меня хватит. Отлично. Каких успехов ты хочешь добиться в хоккее? Забивайся, а вы не побольше. Я помню так, что в хоккее не только дети, а здесь взрослые участвуют. Поднимают, как говорится, а дети смотрят, что делают их родители и старшие товарищи. Они тоже, как говорится, стараются не быть в стороне. Греет душу. Да. Не хотели бы вот выйти на лед? Да ну как, тоска есть не без этого. Напоследок Владимир Красненков пожелал ястребам побольше забивать голов. Это делает игру яркой, зрелищной, запоминающейся. А мальчишки обещают, что обязательно добьются успеха. И они, в общем-то, знают, что для этого нужно. Сильнее тренироваться и лучше стараться и лучше играть. Надо хорошо тренироваться на тренировках, показывать себя и не бездельничать. И, кстати, маленьким хоккеистам есть у кого поучиться. Их собственный наставник Владимир Лохматов очень скромный и при этом настоящий герой льда. Когда пензенский дизелист переживал расцвет, его лучшим игроком не раз признавался Лохматов. Великолепной пятеркой, в которой он выходил на лед, было поставлено немало рекордов. Один из них – 1400 забитых шайб. Сегодня он ведет к победам уверенных, стремительных и беспощадных соперникам ястребов. Точнее, воспитывает их такими. И не случайно Владимиру Лохматову доверенно пронести эстафету Олимпийского огня. Но это уже совсем другая история. История для отдельной передачи. Перед заплывем в бассейне быстренько подведем итоги голосования за спортсмена ноября. На этот раз оно было не столь активным, как самое первое голосование. Но, тем не менее, победитель у нас определен. Спортсмена ноября мы предлагали выбрать из семи кандидатов. Среди претендентов были участник чемпионата России, мастер спорта по плаванию Александр Харланов, два юных баскетболиста, победителя первенства Пензенской области Владимир Щеглов и Сергей Карпов, обладатель золотых медалей легкоатлетической матчевой встречи в Сарове Илья Стародумов, боксер Илья Бызов, который победил на всероссийском турнире в памяти Михаила Проценко и был удостоен специального приза за технико-тактическую подготовку. В списке был и танцор Роман Васильев, бронзовый призер первенства Приволжского федерального округа по латиноамериканской программе. Между ними распределилась примерно половина голосов болельщиков. Спортсменом прошлого месяца большинством выбран Виталий Корчагин. За него отдано 52% голосов. В ноябре Виталий завоевал две золотые медали на матчевой встрече в Сарове. 13-летний спортсмен занимается легкой атлетикой всего пару лет, бегает средние дистанции от 600 до 1000 метров. Его наставник Сергей Тюленев говорит, неудивительно, что Виталий победил в голосовании. Он – душа компании, общительный, энергичный и непоседливый. Спортсмен перспективный, умеет выложиться на соревнованиях, вовремя перестроиться, схватывает все на лету. Если к его данным приложить упорство и трудолюбие, добежит далеко. Плавать раньше, чем ходить. Еще за 4 тысячелетия до нашей эры в Древнем Египте для укрепления здоровья будущих воинов младенцев учили плавать с рождения. Сейчас речь, конечно, не идет о том, чтобы с младенчеством воспитывать воинов. Но специалисты советуют учить детей плавать как можно раньше. Такие дети обычно ведут себя спокойно, хорошо спят. У них позитивное, радостное настроение, что выражается оживлением и улыбкой. Посмотрите на следующий сюжет. Посмотрите на те эмоции, которые испытывают наши малыши. Уверен, вам тоже захочется в бассейн. Кроль, браз, дельфин. Пока эти слова нашим героям ничего не говорят. Да и герои-то в большинстве пока даже сами не умеют говорить. Зато уже в таком раннем возрасте учатся плавать. Кто-то уже делает первые робкие попытки сам. А кто-то пока покоряет бассейн под зорким глазом родителей. Мы сегодня пришли первый раз. Поэтому на удивление он рад. Сначала испугался немного. А теперь его не вытащишь, я думаю. По большей части это моя инициатива. А не по моей? То есть это для здоровья его или просто чтобы научился плавать? Ну, и для здоровья, чтобы плавать началось, конечно. И вообще заинтересовать в дальнейшем. Конечно, олимпийских рекордов от малышей никто не требует. Главное – приобщить их к спорту. Ведь чем раньше полюбишь здоровый образ жизни, тем быстрее он ответит себе взаимностью. Поразительно, но ребята и к воде, и к тренировкам привыкают буквально за несколько дней. И не родителям приходится их везти за ручку в бассейн, а они тянут туда своих пап и мам. Ребенку нравится плавать? Очень нравится. Ей тренер очень нравится. Очень веселый, озорной. С удовольствием собираемся. За неделю мы собираемся. Тренер в группе «Малыш» действительно сказочный. Просто магнит какой-то. Стоит ему только зайти в воду, как мальчишки и девчонки тут же облепляют его со всех сторон. Каждый требует внимания и персональный урок. Молодец какой! Бросьбой, бросьбой, бросьбой ногами! Молодец! Арина, помогай ему! Вообще, плавать раньше, чем ходить, рекомендуется с двух недель. То есть заживает пупочек, и пока не пропал, безусловно, рефлекс ныряния. И он уже, ребенок, малыш уже может нырять, может даже плавать. Только, конечно, с поддержкой. Мои дети, лично, они уже плавали год. Я просто их бросал, они плыли сам, без моей помощи. Без помощи пытается плыть и маленький Богдан Пашкевич. Только пока, все же, боязнь воды немного пересиливает желание побарахтаться в ней. Поэтому рядом с Богданом любимая мама, которая всегда подстрахует. Дети очень нравятся. А вам самому? Мне тоже. Вы до этого вообще плавали? Вы ходили в бассейн или вот спорили детишек в школу? Вот только с детьми пришли. Нам рассказали, что есть тренер такой замечательный. Все его любят, и дети на него прыгают. И мы пришли, и дети получают удовольствие. Пока эти малыши делают лишь первые робкие шаги в мир спорта. Но приглядитесь и запомните их. Возможно, именно они когда-нибудь будут стоять на пьедестале почета самых престижных соревнований. И вспоминать маленький бассейн и маленький город, где в их жизнь пришла большая любовь к спорту. Ну и осталось на ринг. На очереди советы профессионала. В прошлой передаче у нас был мастер-класс от трехкратной олимпийской чемпионки, десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Родниной. Наши юные фигуристки были очень рады общению с легендарной спортсменкой. А сегодня советы от боксера-профессионала. Дмитрий Пирог приезжал в Пензу вместе с Ириной Родниной и тоже преподал мастер-класс юным спортсменам. И, кстати, советы мастера спорта международного класса одиннадцатого россиянина, который завоевал титул чемпиона мира в профессиональном боксе. Пригодится не только боксерам. И вы в этом сейчас обязательно убедитесь. Хочу ребятам показать, я уже показывал, но теперь с нюансами, так называемую драку в телефонной будке. Это очень важно, если ты научился драться, как говорят американцы. Телефонная будка – это где тесно, и не можешь повернуться один человек, а вдвоем тем более. Там, если я начинаю научился драться, это значит все, ты азы прошел. Учитывая, что бокс – это прежде всего искусство защищаться. Об этом многие забывают, когда приходят в зал. Ладно, дети забывают. Бывают преподаватели. Учат прежде всего бить, а не защищаться. Хотя это неправильно. Мы опять вблизи становимся. Очень важно – это баланс тела. Очень важно. Ты должен мягко находиться. Представлять в голове кота или кошку. Они мягкие. То есть вот таких вот движений не должно быть. Все это делать, расслабившись полностью. Если на 100% расслабился боксер, то он может на 100% напрячь руку в момент нанесения ударов. Это касается всех частей тела. Живот под себя втянуть, когда бьешь. И ногой помочь. Потому что вся масса в ногах у нас. То есть если ноги подключаются, то все. Сильным человеку не обязательно быть мужчине, который занимается боксом. Главное быть избирательно точным и попадать местом. Не более того. И все вот эти элементы, которые необходимы для бокса. Под себя живот, подбородок стянуть. Не наклоняться вперед, не назад. Масса тела строго между ног. Чуть подсел. И на долю секунды, когда попадает кулак к цели, доноится. Повернуть ногу, чтобы вся масса включилась. Вблизи стоим. И делаем двух или трех ударные комбинации. Но самое главное – обмануть. В боксе. Это неправильный стереотип, что боксеры не умные ребята. И как в советских анекдотах рассказывают. На самом деле я увидел, что любой боксер у меня в жизни так было. Кого я увидел. Даже нет образования полного. Но видно интеллектуально развитые ребята. Кто добивался результата. Так вот, ты меня должен обмануть сейчас. Начинаю я. Я, например, хочу тебе попасть по голове. Для этого я делаю обманные комбинации. Пробиваю, например, по голове корпус сюда. Потом снова начинаю прессинговать в корпус, чтобы выделить голову. Человек начинает привыкать к тому, что я бью по животу и опускаются руки. Начинаем. Боксируем. И ты меня пробивай, показывай. Вот, молодец. Я уже, видишь, научился тебе доверять. Что немаловажно. А теперь показываю сюда и в голову выделяю таким же его. Теперь один раунд. Встаньте между собой и поделайте. А я пока посмотрю и поправлю. Вот и все. Время, отведенное нам в эфире, быстро пролетело. Встретимся снова через две недели. И снова за 15 минут побываем на самых разных спортивных площадках. Возможно, займемся подводным плаванием. А может, выйдем на лыжню. Не пропустите. Не забудьте включить телевизор 26 декабря в 20.00. Выйдет следующий выпуск нашей передачи. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин